Защищать родину на протяжении нескольких веков, передавая эту службу с поколения в поколение. Единственный сын в семье Расуха Шагульгов ушел на фронт добровольцем в 1941 году в возрасте 23 лет. Участвовал в боях под Курском и Ельцем, освобождал Украину. Первое боевое крещение получил на Курско-Орловской дуге. И там 8 июля 1942 года был ранен в коленный состав, попал в госпиталь. Через короткое время восстановился и опять продолжил участвовать в боевых действиях. А следить боевой путь Расуха Шагульгова в точности родственникам не удалось. Говорил о войне он мало. Бесценную информацию о его подвигах собирали по крупицам из рассказов сослуживцев и товарищей. С ним воевал еще одно чельчанин его, Султыгов, Хасан Эсмурдзевич. Я с этим человеком много общался, и он мне рассказывал, насколько мужественно, героически себя вел. И он как-то в беседе мне рассказал, что после получения ранения, говорит, меня он вытащил с поля боя и благодаря ему остался я жив. Найти информацию о своем родственнике и сделать ее доступной для каждого – главная цель Магомеда Хасагульгова. А совсем недавно, собирая информацию об участнике Великой Отечественной, стало известно о том, что и его отец, Раас Хасагульгов, принимал участие в Первой мировой войне. Он участник дико-дивизии и, кстати говоря, имел военный чин. И вот на фотографии здесь видно, что он имеет георгиевский крест. Он стоит здесь рядом с односельчанином Мержоевым, Жабраилом Гайсултановичем. Воевом они были участники войны. История военной династии началась с дяди Рааса Янарса Хасагульгова, участника Кавказской войны. В 1857 году он вместе с Малсагом Далгиевым и Гойтым Альсаговым попал в засаду, а позже был убит в неравном бою восставшими против царя. Однако в истории этой семьи есть еще одна значимая фигура. Защищать у них было в крови. Интересный факт, что племянник по материнской линии Хасагульгова раса был не менее известный участник Великой Отечественной войны Цироев Абдулла Дудеевич. Три ранения, две контузии. Командир роты служил в войсках НКВД, которые в первые дни войны прикрывали отход советских войск от границы. Из своего подразделения разведчик Володя, так Абдуллу называли сослуживцы, собрал партизанский отряд, который успешно действовал в немецком тылу. 38 выполненных боевых операций. Уничтожено 11 немецких генералов и офицеров высших чинов. Здесь бережно хранять память об известном партизане-разведчике, который навсегда прославил весь ингушский народ. Эту винтовку ему подарили, когда он уходил в отставку, на память, для того, чтобы у него осталась память о партизанском движении, о партизанском отряде. Он ее пользовался всю свою жизнь. И вот после того, как его не стало, эта винтовка стала экспонатом нашего музея. По его воле и его наследники, исполняя волю своего отца, они сдали эту винтовку в музей. Она, как видите, является украшением, одним из ценнейших экспонатов нашего музея. Страницы истории династии теперь будут хранить в Краеведческом музее. Важно сохранить ее только в памяти родственников, но и передать ее подрастающему поколению, чтобы они помнили подвиг отцов и никогда не забывали, какой ценой далась победа. Хавагагиева, Магомед Дедиков, Новости 24.